Рекомендую вам сегодня канал про гаджеты со всего мира, Гаджетмания. Приглашаю окунуться в мир интересных обзоров и распаковок. На канале есть рубрика влогов, где автор делится самыми яркими впечатлениями из своей жизни. Если ты любишь гаджеты так же сильно, как и мы, то добро пожаловать на борт. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Данил Букреев. У нас очередная посылка с сайта Алиэкспресса. Наконец-то что-то поинтереснее здесь. Здесь кошелек за 37 долларов. Серьезная очень вещица. Бренд мужской бумажный кошелек. Ссылка, конечно же, будет под видео. Я был заказан с помощью бесплатного посредника. Что это такое, тоже смотрим под видео. Будем немного аккуратничать, потому что вещь дорогая, чтобы там нигде ничего не царапнуть. Проверим, посмотрим. Мне аж самому интересно. 37 долларов. Это хорошие деньги для кошелька, я считаю. Тем более в наше время, сейчас. Но вы видите, что немного, конечно, все помялось. В процессе доставки, видимо, что-то тяжелое ставили на эту посылку. Так мы с скотчиком. Тут, конечно, продавец. Такую вот, можно сказать, дорогую упаковку. Зачем-то на нее так вот прям наклеил скотч. Какую-то бумажку обвернул, а потом бы скотчем. Все-таки, видите, коробка, да? Можно было даже в дополнительную коробочку. Вещь дорогая, я считаю. Не буду этот скотч отрывать. Мы видим, коробка красивая. Только скотч все испортил. Здесь чехол. Такой вот непонятного материала тканевой. Достаем. Чехольчик приятно, конечно. Здесь уже, собственно, наверное, наш кошелек завернут. Открываем скотч. Еще один целлофановый пакетик. Картоночка. Еще такая вот бумажная оберточка. Вообще, очень легко рвется. Хотел скотч оторвать. И с двух сторон вот эта бумажечка. И, собственно, вот сам наш кошелек. Пахнет он таким вот кожаным изделием. Ну, не знаю. У меня такой запах. Ассоциируется всегда там на рынке. Всегда пахло. Ну, как на рынке. В магазинах, любое кожное изделие вот так вот пахло. В детстве. Особенно, когда именно на рынке ходили. Так, что здесь у нас? Ничего особенного. Но все очень достаточно минималистично и качественно. Очень мягкая кожа. Мягкий материал. Приятный запах. Именно приятный. У нас здесь одно отделение. Таким образом, еще два дополнительных отделения. Здесь визитки, симки. Что тут еще? Обычно ложат. И такое тоже. Можно для фотографии или для еще чего-то. Совсем небольшой. Но стоит таких хороших денег. А, еще вот отделение на замке. А, я показал. Я же показал его сразу. Замок, конечно, просто летает. Очень хороший металлический замок. Это сразу видно. Не знаю. Вещица, конечно, интересная. Но, может быть, знает кто-то именно этот бренд. Пишите, если вы знаете этот бренд. И как вы думаете, ваше мнение в комментариях. Стоит ли этот кошелек 38 долларов. 37,96. Мне он, конечно, очень понравился. Но он такой вот большой для меня. Это, может быть, если машина или барсетка какая-то, куда-то его ложить. Я такой кошелек люблю, чтобы можно было положить в карман. Но вещь на вид, очень даже серьезная. Мне он понравился. В принципе, на этом все. Ссылка на этот дорогущий кошелек будет под видео. С вами был Данил Букреев. Пишите ваше мнение в комментариях. До новых встреч.